У меня сын от своей внутренней адресии руку себе сломал. Легко вообще. Да, да. У себя руку-то. Очень легко. На случай? Потому что так легче. Выброс адреналина, выброс там этот, снижение тесостерона, короче, тебе легче потом. Это поэтому гиперсексуальность вот эта, когда там, когда тесостерон высокий. А потом, заметили, мужчина с годами становится лучше. Да, он мягче, там этот. Этот тесостерон ниже, писька стоит реже, короче. Он не то, чтобы не стоит, но вялый, да? И поэтому он такой уже не абьюзер, смотришь там к 45 годам. Такой нормальный, там внимательный, что-то там слезки тебе протирает иногда, да? Ну, камень, очищешься. Да. То есть это чисто тупо гормоны. Это тупо гормоны. И я, чтобы вы понимали, что я прям этот, у меня скидка в Олимпе. Это у нас лаборатория, где вот это сдают, то есть 10% скидку мне уже дают, потому что я вот такими просто простынями сдавал эти все гормоны. И я примерно понял цепочку, где, куда, то есть витамин Д3 обязательно, кортизол снижать по-любому. Ну, снижение кортизола, на всякий случай у кого бессонница. Холодная вода. Просто открываешь душ и хотя бы 30-40 секунд под холодной водой. Утром, вечером. Да, это уже потом вторично все. То есть у тебя гормональный фон будет, выравнивается. Кортизол сбрасывается, да, этот, который за ночь накопился, и ты днем спокойный. Кортизол перед сном сбросил, и ты засыпаешь легко. После холодной воды сон просто. Кажется, наоборот, бодряк будешь. А ты когда оттаиваешь, и, короче, и все. Я вообще не понимаю, как вы моетесь без головы. Фен поломался или что у вас? С головой, короче, не знаю. Без головы ты так делать не будешь. То есть ты частями, когда под душу стоишь, вообще не холодно, кажется. Почему? Вот смотри, когда контрастную душу делаешь, последнюю, короче, холодную и вот подольше. Не надо потом себя греть там как-то, сбрасываем картину. Он не выключил, да? Не выключил. Вот это не выключил? Да. Вот этот или тот? Нет, этот выключил. А, все, выключено, выключено. Все, вот он, здесь, выключено. Пойдем на борт, теперь выключил. Вот есть звук. Да. Да, все. Ёптеть. Хочешь удачи? Я больше разделся, я такой, что-то холодно одею, и не пойму, дует или мне кажется. Сейчас, все. Все, кажется, все теперь. Я не люблю просто кондиционерный этот воздух. У меня ломит сразу кусти старости. Кондиционер тоже энергии получает. Ну, вот, поэтому... Что еще? А те, кто постоянно обливается, как начать обливаться? Просто начни обливаться, и все. Там оно само включится, все. Вообще, вода, она имеет целительное. Но это же ни для кого не секрет, да? Когда ты в воде, когда ты целительских очень много вещей. Море, там, Сыкуль, что здесь? Что оно холодное? А, теплое когда-то бывает? Я не знаю, Сыкуль, я ни разу не пробовал, теплое Сыкуль не видел. А? В этот раз нет, я, наверное, в следующий месяц, может, приеду. Да, мне очень нравится этот, Сыкуль я люблю. А вы еще когда-то не будете приехать? Я не знаю, посмотрим, как этот. После такого оншлага, я думаю, по-любому я еще приеду. Мне кажется, нам одного раза молоды. Я думаю, тоже. У меня вот летки из двух лет. И вот разные, как бы, этот, ее... Аллергия, смотрите, аллергия. Еще у кого есть руки, поднимите, у кого аллергия. Это внутреннее непринятие себя. Ну, в два года внутреннее непринятие себя. Ладно, как 15-17. У тебя хоть задница корочка не покрылась, и то спасибо скажи. Бывает же хуже, бывает псориаз. Я правда про эту корочку, да? То есть, псориаз – это ненависть к себе. Это человек себя ненавидит. А аллергия просто не принимаешь себя. И это еще... Сейчас, сейчас, сейчас. У нее вот такие вот болезни. Да, да. Это псориаз. У кого? У меня. Псориаз это, да? Ну, наверное. Нейродермит, псориаз. Это внутренняя ненависть к себе, дорогая. У кого аллергия, обратите внимание, да. Обратите внимание на письма прощения и простите тех людей, которые у вас булили в школе или в садике. Туда чуть гляньте, вы охуеете. Пропишите письма прощения и своих вот этих агрессоров, простите, у вас аллергия пройдет. Удивительно, да? Если простили. Если простили и аллергия есть, значит, пиздишь. Значит, сезонная аллергия. Любая аллергия. Это, ну, это в процентах, наверное, 70 случаев точно это булин в школе. В школе, в садике, бойкоты, когда тебе объявляли. Это вот оттуда ноги еще. Угу. Значит, дети, когда болеют, зависит от родителей. Да. Дети. И ты, когда болеешь, зависит от психоматики. Да. Смотрите. Дети в твоем поле находятся примерно до 16-19 лет, естественно. И до 45 лет уже, как этот, агрессивно навязанной маме. То есть, это когда гиперопека матери, то есть, вот эта связь, она повинна, если сепарация не происходит, то всю жизнь будете связаны. Но, естественным образом, сепарация происходит с 12 до 19-16 лет. А как происходит эта сепарация? Это как? Мама, ты меня не понимаешь. Я хочу вот это. Я приду в 9 часов вечера. Приди в 6. Пошла нахер, мама. Вот это сепарация называется. То есть, появляется вот это вот отторжение тебя, непонимание тебя, то есть, желание переехать, уехать, убежать. Это вот этот период, это нужно отпускать. То есть, как этот, как говорят, это… Собрать вещи. Нет, нет, сейчас. Свобода должна быть контролируема только, да? То есть, не надо прям совсем выгнали и до свидания. Там мозгов еще нету, там же сырые мозги. Подождите похоже. Но поводок делайте чуть-чуть длиннее. И там из-за угла подглядывайте, да? На дискотеку, но ты за углом стоишь. Вот психоматика из-за того, что ты расстроилась, могут ли дети болеть? Вот смотри, они в твоем теле до 16 лет примерно, да? В твоем поле. И когда ты свое раздражение, допустим, на мужа не проявляешь, а подавила, и выскакивает на детях, они начинают болеть, плакать, там что-то такое. Понимаешь? Тогда, когда ты хочешь быть, как бы обратить на... Очень часто женщина делает так, вы поссорились с мужем, ты начинаешь переживать там этот, и ты не знаешь, как обратить на себя внимание, ребенок начинает заболевать, и вы опять вдвоем вместе. То есть, ты посмотри, ребенок болеет, мужик прибегает, там начинает это, все, ссора прошла. Очень охрененный метод помириться с мужем после того, когда ты была неправа. А когда мужа нет? Когда мужа нет, это твое поле, значит, дербанят. То есть, у тебя там мужик появился, ушел, чуть болеет ребенок, еще что-то там этот болеет, поругалась, опять болеет, папа его ее появился или его пропал, опять заболел. То есть, ну, такое. Это есть и правда, ну, если вы будете отслеживать, ну, прям сходится. Ну, если папа вообще не появляется? Ну, нахер не надо. Пусть он будет космонавтом. То есть, не нужно, смотрите, очень часто женщина пытается заставить мужчину, как бы, участвовать в жизни детей, когда после развода, да? Мужчина, вот вы запоминайте сейчас, это не от того, что он мудак, или там, мы так устроены, ну, это не от этики зависит. Чаще всего мужчина оберегает тех детей и тех людей, или ту женщину, которая рядом. Он не думает о том, кого он не видит. Это вы можете, там, знаете, за третью земель лежать и думать, что же там с ним происходит? Нам похуй. У нас нету функции этой. Если он развелся с тобой, у тебя там трое детей, он живет с другой, у нее двое детей, он будет спасать сначала их, потом вспомнит про своих. Если вспомнит, ну, и то это дебилизм, тупизм, да? Корми чужих детей, а своих как бы забыть, да? Но мы так устроены, мы вот что видим, то спасаем. Можно по деньгам? Вот смотрите, когда у меня хороший прорыв, ну, прям такой, да? У мужа… Всегда так, да. Вот можно сделать как-то, чтобы и у него, что и у меня? Можно, но у тебя… Когда я сижу, ну, с маленьким количеством денег, у него прорыв начинается. Что это такое? Можно, но тебе не понравится. Почему? Сейчас объясню, сейчас маркеры принесут. Чуть теории нормально вам заходит, да? Да, да. Немножко. Можно там про варикоз? Варикоз вообще легко. Ну, и там еще матки получают. Я не знаю почему. Любой варикоз вообще легко. Это тогда, когда хотел развестись и не разводишься 20 лет. Хочу поменять работу и так и не поменяла. Ну, это лечь, но ведь можно… Варикоз матки, я так понимаю, хочу родить и не рожала? Ну, как бы, ну, этот… То есть, смотри на свою, этот, женственность или чего там. То есть, это, скорее всего, хотела рожать и не родила. А что было тогда? Не знаю. Вот уже с 20 с чем-то лет у меня варикоз, ума на варикоз. Ну, это наследственная уже, наверное. Да. И вот что с этим? Честно, вы, этот, это нет. Варикоз матки, извини, чего у тебя варикоз? Нет, это варикоз. Это не хочу идти с мужчиной. Правая нога твоя. Теперь начинаешь замужем, не замужем. Развелась, не развелась. Туда смотришь. Хочу жить с ним, не хочу. То есть, ну, как бы, вот это. Варикоз на правой ноге – первый признак развода. А это мужчин варикоз на ногах. То же самое, не хочу идти. Не могу, хочу поменять работу и не могу. Хочу видеть деятельности, поменять и не могу. То есть, жду. То есть, что такое связано? Смотрите, вот так давайте заново. Пополам человека пилим, ну, делим, да? Правая сторона – это все, что в взаимоотношении с мужским бизнесом там и с мужчинами. Левая сторона – все, что связано с тобой как с женщиной и взаимоотношения с женщиной. А если здесь так? Разницы нету. Нет, нет, разницы нету. Без разницы? Мужчин то же самое, да? Да. То есть, здесь только про меня как про мужчину и мои взаимодействия там с папой, с бизнесом, с миром. Здесь с мамой, с женщинами и так далее. А вот вы не договорились, сказали, мне не понравится. Говорите, не понравится. Сейчас принесут я тебе? Да. Здесь я хочу спросить про артроз. А? Про начинающий артроз у женщин. Артроз? Это не гибкость характера? Это кости, суставы. Это суставы вообще, это не гибкость. И вот этот коксартроз, потом вот этот ревматоидный артрит – это люди очень упрямые, и они хотят всегда заказать только сок свою правоту. Пятки тоже, да? Пятки не хочу идти вперед, да. Как это? Отсутствие видения будущего. С этим можно что-то сделать? С чем? Да, характер нужно чуть хватку ослабить, да. К гороскопу как относишься? Я нормально отношусь, но только прям к гороскопу, то есть прям астрология. Да. Вот, допустим, козерог, рыба. Нормально. Я в школе, я не знаю, откуда у нас взялась эта учительница в 95-м году, но мы в школе, еще на ватманах, и вот на этой кальке рисовали эту натальную карту вручную. И к цели не было тогда. Мы вручную эту хрень рисовали, и я все свои этапы жизни тогда еще, ну, как бы посмотрел. А, какой у вас учитель хороший? И какой у вас учитель хороший? Все совпадает. Совпадает. У меня было вот так. Я вот, знаете, как помогал с девушками знакомиться? Ты просто говоришь, хочешь угадаю твой день рождения? И такой, шух, и, блядь, так рядом, блядь. Пару раз прям день в день угадывал. И маркеров нету, да. Это по внешним данным или по поведению? Это по поведению. Ты, то есть, смотришь, человек, земля, вода, по стихиям сначала, потом смотришь, какой стихии больше. Вот, то есть, он бывает огонь, и водянистый там граничит же, да? И ты примерно процентаж смотришь, значит, там, середина вот здесь, сюда раз, и к влазе, вот здесь день рождения, это нет, и здесь, да. И все. И все, что смотрите? Человека. А, смотрите, меняете? Не, не, я сейчас так не умею, и мне эта тема еще стала неинтересной, и я так не накидывал. Мне проще характер сказать, да, то есть, какой человек, чем сейчас там дату рождения гадать. Мне кажется, это ребячество больше. Тогда мне было интересно, то есть, только этот, сколько, 17 лет было? Да, скажите, какой я человек. Подожди, сейчас. Не знаю, я могу сказать, поэтому я, как точно случайно, пока никто не спросил. А боязнь проявляться? А боязнь проявляться, это, это самооценка, и это у тебя, скорее всего, от родителей. То есть, это где-то в воспитании жестко где-то подавили один раз, и ты замкнулась. Так же было, примерно? Ну, еще говорят, хотели абортировать, или что-то не хотели, или что-то... Нет, нет, это другая, у нее от родителей, скорее всего. А если у тебя аллергия, то ребенок лучше не на себя? Непринятие себя? Тоже. Потом, если у тебя аллергия, то есть, он может свою, твою аллергию на себя вытягивать. А? Если у тебя, то есть не будет. Нормально? Не, хватит? Спасибо. А? Опухоль. Опухоль чего? Опудель. А? Опудель. Плохая мама, я не знаю, там, или с мамой конфликт какой-то, ну, туда смотреть. Где? Чего нет? Нет, нет. Это или я плохая мама, как мама плохая, либо с мамой плохие взаимоотношения, туда где-то копать, рядом. А как простить до конца человека? 40 дней письма прощения, занудно, садишься и пишешь каждый день. На 40-й день тебе блевать будешь от этой обиды своей. Это, если я в чем находит? Мы скинем все. Я в чат закину. А? А если я в чат, то еще раз получу? 40 дней подряд у тебя ничего не выйдет. На 20-й день у тебя депрессия будет от этих твоего говна. Ты не сможешь, просто тебе тошнить будет. Вы просто не представляете, что начинается там 15-й, 20-й день, да? Там у тебя парализуют все. Ты пишешь, у тебя рука не пишет. Вы видите, что происходит с телом? Вы говорили, что даже еще один круг повторить. Да, это если у тебя там еще 5 нехороших людей осталось на 40-й день. Вот этих 5 еще 40 дней. Хочешь на кого-то обидеться, потом будешь писать. 40 дней нахер нужен? 40 дней тебе вспоминать, ублюдка. А если я пыталась писать? Я не знаю, что писать. Вот пишу одно и то же, да? Да. Одно и то же будет. Пиши, пиши. По чуть-чуть, там много. Не по чуть-чуть, много. Не строй из себя святую. Да это ссория. Нет, не строй. Питязи нет. Нет, не строй из себя святую. Потому что у тебя вот это состояние рахат лукум, это у тебя. Какое? Рахат лукум. Это приторно-сладкое для всех, блядь, хорошее. Саму себя тошнит уже, и ты все равно продолжаешь этой херней заниматься. Таких, ну, здесь есть, да, такие. Вот. А вот это бляка сломать-ка. Очень больно. Какое, какие? Упражнение прям? Какое, женское или просто гордыня? Может быть, высокомерие. Но это еще такое подсознательное. То есть неосознанное. Тысячу тенге это сколько сумма-то сейчас? Вот идешь на 400, 200? Идете, на улицу подходите к людям, говорите, здравствуйте, дайте денег. И собираете вот эту сумму. А с одного или с... Без разницы, хоть с нескольких, хоть с одному. Все, что больше вот этой суммы, это твое. Вот эти 200 сумм ты отдаешь кому-нибудь другому. Но не бомжам там каким-нибудь, а нормальному человеку подходят. Здравствуйте. В 90-х кто-нибудь есть такие? Тестного возраста. Здравствуйте, у вас сегодня счастливый день. Вы выиграли лотерею. Чуть на тебе 200. Короче, твоя задача взять 200 сумм и отдать 200 сумм. В мирное время хуже ты себя никогда чувствовать не будешь, наверное. Вот этот сканер, как на тебя насмотрят, как на конченного. И вот этот вот уничтожительно там заискивающий глаза твои. Как у кота, у Шрека, блядь. Потому что все хотят вот так. Кто-то говорит, я плохо одет. А, надо хорошо одеть, надо одеться плохо. То есть, чем лучше ты одет, тем больше суммы тебе дают. Знаете почему? Тебя оценивают, чтобы тебя не оскорбить. Вы очень сильно удивитесь. Человек оценивает тебя и думает, как бы тебе столько дать, чтобы тебя не обидеть. Понимаете? И поэтому, чем ты меньше вот этот, тем тебе больше дают и сразу. Больше он дают стоить, да? Да. Просто просить, да? Да. У тебя будет корона постоянно падать, будешь поднимать, одевать, она будет падать. Потом в какой-то момент надоест. У меня есть марафон... На дорогу там, да? Нет, просто так. У меня есть марафон про деньги, и там это упражнение делают ребята 21 день подряд. А если сразу подать, где дайте 200 сон? Ты ограничиваешь человека, у него в портмоне будет, допустим, 200, 500, там, 1000, и ты подходишь, где дайте 200, а у него нету 200, он тебе скажешь, нету. А зачем спрашиваешь? Не надо ограничивать человека в том, что тебе, когда тебе дают. Коротко. Очень многие женщины на это вы попадаете. Знаете на чем? Когда вам кажется, что ты недостойна подарка, ты подходишь к своему мужчине и говоришь, я хочу вот этот парфюм. А он хотел тебе, сука, за косарь айфон купить. Я говорю, ну тогда жри парфюм, блядь, если ты парфюм любишь. А ты это делаешь только потому, что ты недостойна сама. И ты идешь на опережение, я должна быть с подарком на 8 марта. И ты выбираешь парфюм вместо айфона. И сама. Говоришь, подаришь цветы, подари, вот он подарил, а потом, зачем я, понимаете? Понимаете? То есть это, вот и на это многие сыпятся. То, что твой вопрос по поводу мужчина-женщина, это... У каждого свой финансовый поток. Вот так. Человек. Да? У каждого свой финансовый поток. И когда вы с мужем делаете вот так, вот так, вы как сообщающиеся сосуды становитесь, да? Угу. И ты начинаешь крести вперед и начинаешь зарабатывать, расти в деньгах, вот так. Да? Он был, допустим, вот здесь. Он начинает проседать вот здесь, вот сюда. Понимаешь? И то есть, и получается, вообще многие женщины бизнес делают вообще гениально, честно. Я вот иногда слушаю, думаю, бля... И у меня тут есть такой термин, бабский бизнес уже. Ну, у меня, я не знаю, кто еще, кто-то пользуется или нет. Но, знаете, вы что делаете? Вы берете свой бизнес какой-то якобы, да? Женщину очень плохо считают. Ну, в смысле, она не всегда понимает, что она как бы вообще не зарабатывает нахрен. Я финансовый менеджер. Нет, сейчас ты сейчас услышишь, ты тогда поймешь меня. Вы делаете чего? Вы берете из его бизнеса кусок прибыли, вкладываете, сука, в свои основные средства. Сейчас, сейчас, услышь, пожалуйста. И ощущение, что ты растешь, а он падает. Бывает вот так. Для того, чтобы... Потом, смотрите, он начинает зарабатывать вверх, ты начинаешь падать сюда. Да? У тебя так. У меня так. Знаешь, почему? Потому что у вас вот так. Вы деньги вот здесь даете сюда друг другу, блядь, и не просите обратно. У вас карман вот здесь общий стал. Ну да, все общее, да. Вот, видишь. А как сделать так, чтобы мы параллельно... А теперь тебе не понравится. Ну, говорите. Вы берете вот эти сообщающие сосуды, нахрен все рвете. Вот эти. То есть, а разделе бюджета? Полный хозрасчет. У тебя свой бизнес, у него... Без проблем. Без проблем. И деньги, которые вы даете друг другу, вы прям делаете письма официально. Когда возвращаете. Как чистый бизнес. И тогда у тебя откроется свой финансовый поток, и от твоего бизнеса свой пойдет. То есть, полный хозрасчет здесь. Семейные расходы, получается, на два делите? Семейные расходы, нехай пусть сам платит. Нет, он и так платит. Ну и все. Нет. Это то, что касаемо бизнеса. Вот вы не путайте, я тебе говорю. Нет, в бизнесе я у него не беру ни копейки, у меня свое, у него свое. Я вам серьезно говорю, но в семью платит он. Не верю. Семейные расходы. Так не бывает. Мы уже начали, вы не чувствуете, да? Да, конечно. Это надо официально, да, начали, да. Открытие. У нас вопрос, а если у вас бизнес общий? Вам тоже не понравится? Видишь, если бизнес ты начинала, и ты там как бы локомотив, то лучше его убрать из бизнеса, пусть идет своей дорогой. А если муж начал, то продолжил. А ты потом где? Там. Вместе. Вместе так же, просто. Больше женщины, она мне как сказала, когда я бизнес открыл, она сказала, мы женщины все домой в очаг будем приносить, а вы, типа, можете спиться, там, истратить, налево, направо. Вот что я люблю в женщинах, это веру в мужчину. Он за что-то так и живет. А мотивирует. Она от себя все ответственность со мной взяла. Ну, это же очень плохо, я знаю. Вы сколько лет так уже? Ответственность не брала. Это он так думает, что я взяла. Я не брала ответственности. Я, наоборот, жду ответственности от него. Ты не будешь ждать, когда ты все забрала? Ты у дела забрала, а что он будет делать? Нет, она, наверное, просто на гости сидит. Вот женщину нельзя в бизнес свой вгнать, потом будет, пусть свое что-то делает. На его сидишь, потом пусть свое что-то делает. Смотрите, когда женщина так делает, сказать вам? А? Когда хочет контролировать. Нет. Это полный контроль. Она сначала садится бухгалтером туда, а потом она становится просто всем. А мужика там уже нет. И единственный выход, это оставить, открыть что-то, пойти свое, реально открыть, и ее туда не запускай тогда второй раз. Будет то же самое. Да запустил. И будет то же самое. Будет то же самое. Ты так и будешь вот это вот. Это только контроль. При этом это отсутствие доверия. Ты боишься, и поэтому хочешь контролировать. Убери свой страх и успокойся, и будет все нормально. Поняла? А вы? Мужчине не надо, да? То есть пусть сам. Или если будет советовать, то что делать? Вот это как? Потом начинаешь советовать, потом он вот так ходит, типа это что делать? А вот это, можно сказать, как делать? Смотрите. Зависимый становится. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Кто зависимый? Мужчина. Допустим, вам выгодно, значит, чтобы он был принесимый, да? Это контроль же. Сначала ты загоняешь его под контроль, да, под этот, а потом что ты не проявляешь инициативу? Я вам еще раз говорю, мужики, ну, как бы мы не бьемся в закрытые двери. Это женщина, я его хочу, он все, мой светоч. Я ей долбиться в одной двери и говорит, иди уже домой. А она оттуда, я ее хочу, все равно сходится. Мужик два-три раза попросил, не пойдет больше. Если там нет соперника, ну, в смысле, соревнования, если не включится. Уже, что толку там, ну? И если, смотрите, от коммунизма добровольно никто не уходил, да? Если ты тячешь всю фирму сама, блять, флаг тебе в руки. Чего не туда лезть? Ты же уже там? Чего не просто переспрашивай, что мы будем делать? Или что? Чего делать ему? Услышала? Слышала. А если такая конкуренция идет? С кем? С мужем? Да. Вот, допустим, он там стал начальником, я думаю, что он там это, я... В смысле, в разных конторах? Да. Нормально? Пойдет. Пока пойдет. В одно сойдетесь, будет плохо. А если можно, наоборот, все спрашивает, и я не хочу лезть. Сейчас. Смотрите. Давайте так, вот это, и мы, если будем брать, вселенная, она как бы, это идеально, и мы сходимся вот так все. Да, то есть мы прям вот, каждый на свою истерику, короче, попадает. Каждый на свою травму приклеиваетесь вы. Не бывает так, что у тебя вот такая травма, а у него вот такая, или у него такая, а у меня такой нету. У тебя точно такая же, только зеркальная. Точно такая же. И если у тебя мужчина какой-то непроявленный, там еще что-то с ним не то, тебе так кажется. И всем женщинам кажется с ним что-то не то, блядь. А каждое утро просыпается, он лежит на диване, блядь, блядь, с собой что-то не то. Если с ним что-то не то, и что-то тебя не устраивает, значит, с такой, какая ты сейчас, можно быть вот таким. Услышала? Если вы хотите изменить партнеры, чего хотят все женщины, которые приходят на тренинг, будет такой же партнер. Не-не-не. Изменись кардинально сама. Если ты не изменишься кардинально сама, мужчина останется таким, какой он был. Значит, с тобой такой, как ты сейчас, позволительно быть таким. Даже если это абьюз. Понимаете? То есть ты не можешь женщину, которая там несет себя, как лебедь, я не знаю, ты не можешь ее абьюзить, она просто не увидит и пошлет тебя. Но если позволительно, он будет. Это сильно непопулярное мнение. Меня на фоне Бешмбаева сейчас захейтят, конечно, возможно, но в любом случае, ну, как бы, это зависит от человека самого. Ты можешь в любой момент это остановить и уйти. Но почему-то ты не останавливаешь и не уходишь. Вопрос теперь второй. Почему не уходишь и не останавливаешь? Потому что, очень часто в такие абьюзивные отношения попадают женщины, на которых было сексуальное домогательство в детстве. Изнасилование было. Ну, вот так и. И она потом в этом состоянии все, выйти не может. Поэтому, если такие травмы есть, их тоже надо прорабатывать. Иначе, ну, как бы... А у нас автомат нельзя такое искусство? Ты же не знаешь, что там под одеялом было. Ты же не знаешь, какая семья. Что там, ну, ты не поймешь никогда. Уже и смысла нету, конечно, в этом разбираться. С Казахстана такой приезжал Джана Сюйцай. Я же говорю, я только астрологию в чистом виде ее, то, что придумали индусы там сколько-то тысяч лет назад. Потому что там вплоть до минуты рождения влияет на твою судьбу. Если вы делали натальную карту, да, сами, то там секунда влияет. Не говоря уже о минуте. Но когда по дате рождения ты тройка, ты там однерка, ну, по-моему, чушь. Невозможно так. Но зато масс-маркет это, ну, как бы, можно. То есть, я бы вот так оголтел и бы не верил, потому что, ну, этот, я помню, как мы считали эту натальную карту, мы ее делали месяца два. Да? И то, что там, вот, ты просто от первого числа родился, поэтому ты вот такой, ну, хрень, по-моему. Немножко непонятно. Можете вот как-то правило сказать? Вы сейчас работаете, отвечаете на вопрос, да? А потом вот так. В смысле? Человек-инструкция. Надо, да. Человек-инструкция. Я тебе мозг сломаю, инструкции нету. 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 Смотрите, для чего я сейчас вам тут мозги пудрю, да? Мне нужно, чтобы ваши ожидания сломались. Ты вот сейчас сидишь в ожидании чуда какого-то или чего ты ждешь, я не знаю. Да, да, да. И меньше всех получишь, понимаешь? Нет, вот, надо задавать вопросы или... Ты же, смотри, у вас у всех кажется, вот смотрите, всем кажется, что у всех тараканы в голове, а у тебя, сука, тараканы со стразами. Они вот отдельные вообще. Понимаешь? Да, у всех. Но у всех одинаковые. У всех одно и то же. Там вариации на тему. То есть там папа, там поковыряешь одно и то же. Там уже, когда углубляться начинаешь, оно вот ветками-ветками выходит, просто одному велосипеднику пили, а другой там тапочки, я не знаю там, или что-нибудь такое. Да, да, да. Угу. Можно вопрос? Давай. Страх воплотить идеи. Идеи воплотить? Просто, смотрите, нужно 8 подряд, 8 раз подряд воплотить идеи, чтобы этого перестать бояться. 8 раз. На мелочах попробуй, да? Да. То есть, смотрите, один негативный опыт, любой. Нужно 8 обратных подтверждений, для того, чтобы понять, что бывает по-другому. То есть, ты один раз утонул, тебя спасли. Чтобы перестать бояться воды, ты должен зайти 8 раз в воду и не утонуть. Один раз попала в абьюзивные отношения, ты должна попасть 8 раз в нормальные, чтобы поверить, что бывает нормально. Но где-то этих 8 раз найдешь, да? Тут со всем городом, так перед самым, если ничего не поймешь потом. Как попасть? Поэтому терапия лучше нужна, да? То есть, из этого аффирмация, из этого там письма прощения. То есть, письма прощения, аффирмация, это то, что можно сделать на расстоянии. Все остальное, оно такое. А скажите, пожалуйста, а у ребенка аденоиды? Аденоиды, это что? главное, главное аденоиды. Дышит. Нет, нет, это дышит, ночью задыхается, и это перекрыт канал. Вот это не знаю, не знаю, я просто, не то, что первый раз слышу, но я не знаю. Я слышу, что это сильный подавленный гнев на маму. Может быть. И в семье могут быть тратятся. 6 лет. Сходите, да, сейчас мы начнем уже скоро. Кому в туалет надо, сходите. Потому что потом, как начнется, не знаю, но уже. Все? У ребенка обучается зрение, скажем так, 12 лет. Это не хочу видеть реальность вокруг. Это, опять же говорю, посмотрите школу, может быть буллинг. А что делать, что будет? Еще раз, посмотрите сначала школу, буллинг там есть, нету. Посмотрите там, со стороны учителя, есть агрессия, нету. И посмотрите состояние дома. То есть, может, вы дома ругаетесь, и он не хочет этого видеть. А он взрослый, если где не падает? Это после 40 нормально. Нормально, да? В 40 лет к офтальмологу приходите, он говорит, сколько лет 40? Ну, там возьмите на полочке минус 1. Они даже не делают там, это возраст, потом хрустальник в 60 поменяешь, опять будешь видеть. Как понимаешь, что это твой человек или твой человек? Все время сомневаешься. Я, например, по схому хожу, мне говорят, ты как питомцев, все дальше, когда ты уже, как мне интересно, то есть, идешь дальше. Так многие делают. Это что такое? Это называется месть отцу. Да. Да. Это нужно посмотреть папу и взаимоотношения с ним. Так хочется помнить. Ну, когда ты наешься, да? Змея. Когда ты наешься. Питон еще говорит, кобра двухочковая, да? Да, какая-то. Говорят же, это богомол. Это, знаете, вот пора. Она спарилась и съела. И пошла одна. Это богомол. Это у нас в Казах. Сейчас, сейчас. В Фейсбуке есть одна такая женщина. Я ее забыл. Я вот этот текст прям копировал. Пишет как Толстой. Я не знаю. Она говорит, весна, Алмата, говорит, иду сквозь кронный деревьев, там лучики, лучики солнца играют у меня на лице. Волосы что-то там, ее там колышат, фига вот вам пойми, что. Там тепло, воздух, весна. Смотрю, говорит, в кустах богомолы трахаются. Вот так это. И она же говорит, я, говорит, же понимаю, что ему сейчас голову оторвут. Во-первых, я не знаю, где она отличила, кто там кто. Кто-то сверху. Да-да. Семейное положение сверху, да? И она берет, когда они закончили, она тоже непонятно, как определила, но она берет и убирает богомола. Спасла. Спасла. Что он делает? Он вот так, вокруг, говорит, она вот так, говорит, посмотрела, и сама себе нахер голову. И говорит, бабоньки, сама себе. Вот когда рядом мужчины нет, вы себе делаете вот так. Никогда. А? Никогда в жизни. Да-да. Вы сами себе мозг начинаете есть. Когда некому его трахнуть, ты начинаешь вот иди себе. Самообладание называется. Задавай. О, у меня это сын обрелло. Сын, мне 19 лет. И я не знаю, какое время начал он играть, делать ставки на телефоне игры. И уже проиграл два раза крупные суммы. Крупные это сколько? Если можно... 100 тысяч и 2 тысячи долларов. 100 тысяч, чего, сумм? Да. Это 200 тысяч. Я понял, это 3 тысячи долларов total, да, где-то 3-3,5? Ага. У меня доверенность ему деньги должен был кому-то передать. И опять проиграл. Да. А первый раз... У него родители где? А? Папа где? Это я мама. Папа где? Папа с нами? Смотрите, 19 лет и такой игроман, сейчас объясню. Вот эта тема игромании, она очень, это такая, востребованная сейчас в Казахстане. Я не знаю, у нас 1xb, это еще какая-то херня там. И то есть, я понимаю еще, когда проигрывают в казино. Но там еще интересно, виски наливают. Но онлайн, когда проигрывают такие суммы, думают, дебилы вообще, хоть побухали бы, пошли, да? 19 лет игромания. Это... Есть всего две причины. Алкоголизм, наркомания, игромания, вот эти все вот эти мании. Есть всего две причины, ну, такие глобальные. первое, это гиперопека. Гиперопека. Это тогда, когда очень много чрезмерной материнской любви, да? Сюда не ходи, сыночек, там этот, носочки, на тебе этот, эту жопку подтирают, с 5 лет, я не знаю, там, не успокоятся, да? Второй, это отсутствие любви. И вот две крайности, да? Нехватка любви. Вот такие дети от нехватки любви чаще всего, это вот бабушки с дедушкой отдали, там, воспитывают, и что-то, ну, такое. Это тех, кого вот сильно недолюбили, там, у ребенка ощущения отказались, потом он что-то это. То есть, когда бабушки с дедушкой дают ребенка, надо прям, чтобы его перелюбили они. Сильно. И тогда вот этого эффекта не будет. Нет, у нас 100. Сейчас, 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 подожди. Ну, подожди. Вот здесь, гиперопека. В жопку целовали, да? Адекватно это пока до 7 лет в жопку целовать, или до 5. Потом, когда вы в жопку целуете, это, получается, 12 лет. Человек растет в абсолютном понимании, что ему можно все. Это малолетний Бишимбаев же. Человек, которому доступно все. Ему можно все. И почему это происходит? Потому что папа, когда воспитывал, ты не давала. Да? Он говорит, иди на бокс. Он, нет, он не пойдет, его там бьют. Еще что-то сделай, нет, ему нельзя. И ты начинаешь его оберегать. Что делает, воспитывает женщина, когда у нее сын? Она делает из него идеального мужчину для себя. Вот в ее представлении, как она видит мужчину, она воспитывает такого же сына. Понимаешь? Но ты же понятия не имеешь, какой мужик должен быть. Папа, папа, даже если он сам там какой-то там, как бы, как бы не мужик, или там, я не знаю, как бы, не сильно проявленный в мир, но он точно понимает, как должен поступить мужчина вот в такой ситуации. И он его будет, он сам так не делал, но он его в жопу будет пихать, иди там ему дай в сдаче. Теперь, еще раз, воспитание женское. Когда он играет в песочнице, да, и приходит другой мальчик, ломает его машинку, и он говорит, хочет драться с этим мальчиком за свою поломанную машинку, что говорит мама? Не дерись. Не дерись. Еще? Кто-то скажет. Новую куплю. Не надо драться, новую куплю. Ребенок понимает, что, в принципе, хер ли отстаивать свои ресурсы, когда их много. Как воспитывает папа? Иди забери, дай в рыло, ты этот отстаивай свои ресурсы. Правильно же? Я прям случай видел. Идет отец с сыном, и идет мать с сыном. У мужика сын чуть постарше, ну, чуть повыше, как будто это. Этот младший теперь, с мамашей, который пошел и докопался до этого старшего. Ну, этот старший адекватно ему, как бы, дал понять, что это дал в глаз, короче, тот ревет, истерика. Мама прибегает, и что, говорит, его бьешь, ты не видишь, что он младше. Что ответил мужчина, как думаешь? Нефиг, дай докапываться. Ничто у него, свидетельство о рождении, просить перед чем бить. Если ты слабее, не есть. Это мужская, как бы, иерархия. Она выстраивается автоматически в любом мужском обществе. То, что позволено в женском обществе, в мужском, запрещено, табуировано. Мужики, когда, вот почему, вот говорят, видно же всегда человека, который воспитывался в мужском обществе. В армии кто был, кто на борьбу уходил, то еще где-то вот. То есть, в мужском обществе вранье запрещено. Оно наказуемо. В женском, сука, оно поощряется. И ты воспитываешь в женских парадигмах 12 лет этого мальчика, и он становится 19-летним игроманом. Теперь, сейчас он проиграл 3,5 тысячи долларов, да, примерно, я так понял. И он должен. Что вы делаете с мужем? Вы идете и закрываете его долги. Та же? Но это пока мало. Это пока мало. За 3,5 тысячи долларов его вряд ли убьют. Да? Но он может 2 года работать и отдать 3,5 тысячи долларов сам. Потому что, когда он должен миллион, его точно грохнут нахрен. Услышал меня? Теперь смотрите. Он же тоже дедебил, да, вот. То есть, у него есть свое понимание мира. теперь, допустим, это 19-летний парень, ему уже становится 30 или там сколько-то лет, и он уже, ну, как бы, у него есть свои деньги, там, еще что-то, но он периодически проиграет 10 тысяч долларов, по-моему, с папой дает, потом опять проиграет, и это не остановится. Теперь ему там 30-35 лет, у него есть свое понимание мира, и есть всегда какая-то сумма, которую он не может перешагнуть. Но нельзя. И представь, он проигрывает там, допустим, я не знаю, 350 тысяч долларов проиграл. Но для него это овер много, то есть, он не может это, как бы, принять, и вот такие потом становятся парашютистами, в смысле, суицидники. То есть, каждый раз, когда ты платишь за него долг, ты вот эту сумму увеличиваешь, и ты приближаешь его как будто к суициду. Так понятно? Ты собственными деньгами, собственными ресурсами толкаешь ребенка на суицид. Каждый раз, когда друг дает ему деньги опять в долг, когда закрывает, он усиливает вот эту сумму, он приближается к сумме недопустимой всегда. И когда эта сумма неподъемная для него, ну, субъективно для него неподъемная, они что-нибудь с собой делают. Вы знали, что в реабилитационных центрах, где наркоманы, игроманы и все, очень много смертей среди игроманов только. Наркоманы, они не этот. Какой выход? Ты что, не поняла? Не спасай. Не давать. Не, пусть сам зарабатывает и отдает. Ну, первый раз, когда я зарабатываю. что-то, что-то не вернулся, там, мама извинила, прощение просил, плакал. Дорогая, еще, еще, да, пусть так заходит и сам платит. К ним будут приходить, его будут бить, его будут, на него будут давить. Сиди и молчи. Ну и дура. Потому что мои деньги заграла, нужно было отнести куда-то. А там же жду, она была вторая. А он, у него, я даю, я... Да, он курьер у вас. Я ему даю деньги. Ну, нахрен, ему к другим устроить и конкурента, пусть там разорит их, нахрен. Вот, получается, тот раз тоже деньги, карточки, вы еще в семейный бизнес его запихали, да, но вы гоните, вы, честно говоря, вы гоните его из дома, вообще нахер. Вот я так и говорю, а у нее декоропедка, Ко мне, знаете, как-то женщина приходила, девочка приходила, у нее брат игроман, ей там 28, что ли, лет, он уже проиграл две квартиры в Астане, и говорит, продать третью, мне надо долг отдать. Что? Да. Знаете, запрос она пришла, что мне делать, продать квартиру или не надо? Я так и понимаю. Да, он чуть-чуть продаст. Короче, она говорит, уже приезжают, его говорят, что его убьют. Я говорю, ты знаешь, либо ты, короче, всю жизнь его потом вот впрягаешься, и вот просто пойми, что твоей жизни у тебя не будет никогда. И вот, если ты сейчас ему отдашь, то, ну, все. Она говорит, вы гарантируете, что он не умрет? Ну, в смысле, я тебе что, блядь, ну, Господь Бог, или что? Я говорю, я тебе просто объясняю, если ты по этой траектории пойдешь, будет вот так. Если по этой, будет так. Но с другой, ну, как бы, выбор все равно за ним. Знаете, что случилось? Она, короче, ему не дала, послала его. Она пришла ко мне, по-моему, через полгода. И говорит, большое вам спасибо. Короче, он рассчитался сам со всеми долгами, полгода. Он рассчитался сам со всеми долгами. Купил квартиру, устроился на работу, короче, все хорошо. Объясняю. Человек, который создал проблемы на своем уровне, да, то есть, у него там, допустим, уровень доходов, то, что вы ему доверяете, три с половиной тысячи было, да? И он их потерял, грубо, да? Значит, он эти три с половиной тысячи долларов, в его понимании, он еще в течение года может закрыть. То есть, он поработает, и он их отдаст. Когда ты закрыла ему три с половиной тысячи, потом еще три с половиной тысячи, он поднимается на уровень дохода там, где его нету. Ты же ему не доверяешь теперь на 10 тысяч долларов, на 20 тысяч долларов, но ты закрывая его долг, ты постоянно его приподнимаешь. И этот уровень, он уже закрыть сам не может решить. Понимаешь? Ты считаешь, что он заработал? Нет, еще раз. Те ресурсы, которые тебе доступны, и ты их пролюбил, ты можешь всегда их вернуть, заработая. Но если тебе помогают их всегда закрывать, и у тебя сумма вот эта растет всегда, ты можешь оказаться в том уровне, где ты их решить не сможешь, эти проблемы. Поэтому нельзя закрывать за них долги. Он еще на моей машине не был. Забери машину, выгоните его с работы, не хайп идет, побирается. Пусть ищет свои деньги и вернет вот эти деньги. Даже если он их не вернет, он будет на что-то жить сам. И мозги станут на место. Он будет истерить, манипулировать, он будет тебе звонить. Мама, умираю, бля. Скажи, вот поешь, пошел нахер, все. Услышала меня? Иначе это не остановится никогда. Через лет 10 будешь умоешься слезами все. Услышала? Все вернулись? Да. Проверьте своего соседа справа-слева. Все есть? Все есть. Андрей, соберешь ты этот, пока не началось, деньги? Тогда на мой Каспий пусть закидывают, если у кого перевод. Пока еще можно. Потому что потом будете как, этот, неадекватные, в смысле, этот, после сессии? Ага. Нет. У ребенка. У ребенка? Это не панические атаки у него, это не психологическая тема? Лучше кардиологам, да. Ну, может, перерастет, да. Бывает порог сердца, там, какой-то этот. Перерастает. Перерастает такое. Сердечно этот, если там 12-13 лет, я не думаю, ну, чаще, лучше кардиологам, но чаще всего перерастают. Давай. Мне сказали, что у меня кормили. Это как? Был хрустальный шар, был ли что? Как узнали? У нас, ну, как вы знаете, у Стас, да, был Молдов. Скажи, например, у нас есть такие... Святые места. Нет, Молдов. А, Молдов. А, все, все, понял. Боксы там туда. Известные, я с ним пошла, мне сказали, что есть корм. А что не снял? Ну, да, я раздела к ней, он сказал, что-то дайте яму в процессе. Ну, ладно, там, правда, не поймешь, где чей сын, но сейчас посмотрим. Вот, вы же говорите, что в этом тоже не правильно. Может, что-то... сейчас, когда будешь дышать, если тебя вот так парализует, и ты не сможешь сдвинуться, это она. Она не сразу там, потом эмоции должны выйти, там слезы, там... я не смотрю, но мы их, этот, будет выходить, да. Вообще будут выходить, да, а у тебя что есть? У тебя есть голоса в голове или нет? А, не-не-не, это тревожность, это ничего? Татьяна и Лена. Это тревожность. А то, когда спрашивают о сущности это, я думаю, это откуда ты знаешь, что у тебя есть, как ты знаешь? У меня во сне вышли. Они бывают на медитациях, вываливаются сами, вот, торца. А? А по началу не бойся, нет. Смотрите, я не говорю вот так, у тебя вот это точно, да, там, или, то есть, я снимаю, потом говорю, у тебя было вот это. Нахрена личную тревожность увеличивать? Человек жил нормально, не знал, что у него порча, зачем ему говорить, что у него порча? Сними, потом скажи. Да? То есть... А вы потом скажете, да, вот, посмотрите у меня сущность или нет? Посмотрим, да. Сама поймешь. Вы же говорите про гибкость, а ракция, а как вы, что делаете? Гибче? Просто начни слушать людей, что они тебе говорят. Не нужно свое эго включать туда, не надо упираться, да? То есть, что ты слышишь проявление, отойди, и все. Это же, ну, мягкость, включи гибкость. Услышала? Как научишься? Доверие. Вот подагра, это чего бывает? Подагра? Во-первых, подагра, это наша национальная, как бы, это, это бешформаки. Мясо. Мясо. Жир. Это не психозоматика, это мясо прям. Жирная пища, это вот эта тема. Прямо цирроз алкогольный, который, или гипотоз там жировой? Мы пьем и ездим. Ну, вот. Вообще, это застой желчи там и так далее, вот это, да? Там агрессия, злость и обиды. Это вот, ну, печень. Я, сейчас скажу, по поводу гипотоза, вообще, знаете, мне как было обидно, когда у меня нашли жировой гипотоз. Ну, я сейчас теперь понимаю, что когда у тебя плюс 20 килограмм, по-любому у тебя жировой гипотоз. И, когда я, когда я понял, что есть люди, которые бухают, и у них ничего нету, я думаю, какого хрена, тогда я не бухаю? То есть, я прям вообще исключал раньше алкоголь, потому что я где-то вычитал или где-то прям услышал, что нет никакой дозы, которая, ну, полезна была бы для организма. То есть, оно по-любому во вред. Но, с другой стороны, я разговаривал с кардиологами, и очень сильно зависит от характера человека, и как он переносит стресс, его состояние сердца. И я вот так понял, что люди, которые чуть-чуть перебухивают, у них сердце сильнее, чем те, которые на ногах переносят стресс. Из-за того, что, не знаю, национально у нас, мы же все в себе держим, но мы эмоционально сильно ниже, чем многие. То есть, мы такие. и это очень сильно на сердечные мышцы как-то очень сильно влияет. То есть, очень важно уметь... Я думаю, что когда человек один, даже бокальчик не бывает, кайф. Нет, лаура же меняется. Меняется. Место сердцев, краплений. Нету. Это сейчас, подождите, сейчас Динара зайдет, может, туда закинешь, и там потом мы тут разберемся. У одного только перевод, Да. Все ночи. Угу. Как победить свою нерешительность? Вот всегда во всем сомневаешься. Еще раз смотрите, для того, чтобы не сомневаться, нужно 8 раз это сделать. Ну, понятно. И когда ты во всем сомневаешься, значит, ничего не делаешь. Вот так вот. Да. То есть, я, вы знаете, я против длительных терапий, где объясняют просто встань и иди, да? Это вот как этот, как его, Киркоров, встань и иди, там, и что-то. Хочешь идти и иди, там, вот эта тема. Забыть, забыть, забудь. Хочешь забыть, забудь, самый дешевый психолог, мне кажется. Как ты здесь работаешь без сожалений? Допустим, вот много лет работаешь в этом месте, как бы привыкаешь, может, как бы это. А зачем уходить? Низкий заработок. Ну, обновичь, не сможешь. Там, это, можно на вашу карту закинуть деньги, переводом? Нет у вас? Я сегодня включил. Ой, блин, елки-палки. Не получается, уходите? Так же виза есть. А у вас виза-карт есть, может быть? На. Визу-карту дайте. Любую визу. Да. Да там номер-карт важный. На, хорошо. Попробуйте. Это будет виза-карты, визы. Возьми. А, все. Несю. Это бывает, да. Это бывает и психосоматическая тема. Вообще полнота, кто там, толстенькие, кто, да? Полнота, это наличие перманентного стресса. То есть, это когда стресс у тебя постоянно от чего-то. и проблема, знаете, какая? В том, чтобы, чтобы очень сложно найти вот основной стресс. Что, не получилось? Все. А дома сколько? 250. 250 на человека. 200. 500. И я свою полноту, знаете, в чем нашел? В самолете. Оказывается, до основной лететь полтора часа, я ем перед самолетом, в самолете и после. Плюс, короче, я набрал, я не знаю, 126 килограмм, по-моему, максимальное был. Сейчас где-то 108, что-то такое. Но как только у меня вот это клинануло, что я понял, что в самолете ем, я перестал есть в самолете и перестал есть плотно перед самолетом. И после самолета я выдерживаю еще час-два и потом только ем. Вот. То есть нужно понять, откуда источник стресса. Если это работа, то надо понять, ну, вот прям точечно в чем. Как только вы точечно понимаете в чем, это вот первый шаг к тому, чтобы начать. Это первое. Второе. Если тебе 40, 42 или там 40+, в любом случае спорт. Можете копаться в психосоматике, еще где-то, в любом случае спорт. Потому что 42 года, 40-42, когда останавливается метаболизм, то ты от воздуха поправляешься. От воздуха. Потому что есть районы, где жирный воздух. Понимаешь? Ты можешь есть один раз в день салат и поправляться, набирать там в неделю по 500 грамм. Это называется остановился метаболизм. Чтобы его свернуть, нужно ГЗТ, гормонально-заменительная терапия, можно. Но потом нужно обязательно спорт включить, когда тебе стало чуть-чуть легче. Понятно? Бесплатно уже не бывает потом. Красивый, бесплатно уже не будешь. Теперь рассказываю, что будет происходить. Чуть душновато стало, нет вам? Чуть-чуть, да. Давайте, я тоже так думаю. Вот это минус один. У меня зрение хорошее, руки короткие. Что будет происходить? Вы встаете, так, чтобы сзади был этот стул, да, вот твой, где стоите, там стойте. Передние ряды, можете чуть сюда сдвинуться, не сейчас, сейчас, когда начнем, чуть-чуть вперед, чтобы задние, чуть-чуть назад, чтобы между вами было чуть-чуть расстояние, чтобы можно было ходить. Сейчас, стой пока. Я вам принесу все, не переживайте. У нас такой сервис, что вы что? Ваша кровь, спасибо. Вот, и вы, смотрите, закрываете глаза, вдох через нос, выдох через рот. Ваша задача просто сконцентрироваться на собственном дыхании. То, что будет рядом, кто-то плакать, кто-то будет орать, не ваше дело. Вас не будет на камере? Я вам говорю, мы здесь, что, вдруг с телефона, руки подсниму, где вот это будет. Сейчас объяснить, что будет. Лицо вот так делает, вот так, как хинкали, вот так как-то делает. Лицо снимать не буду. Ну, короче, вот так губу, почему-то сводит, вот так. Руки бывают вот так, или бывает вот так, как это сворачивается. И ноги, ноги не имеют, и тоже, знаете, как этот, как паралич, что ли, я не знаю, вот, как ДЦП, видели вот так? Вот, вот так же. И, короче, а? Да. Когда давление сильно падает, не будет падать? Может, будет, посмотрим. Короче, послушайте, пожалуйста, сюда, чтобы потом не удивляться, ладно? Короче, может свернуть руки, вот так, как судороги. Может свернуть ноги, вот так, как судороги. Лицо вот так свернется. Может быть, без этого. Просто онемеет руки, вот, вот тело вот так, ступор становится, и ты не можешь вот шевельнуться. Надо открывать? Не открывать. Все эти явления, это нормально. Просто дышим. Просто дальше дышим. Не надо там, подойдите мне плохо, я все вижу. 30 человек, для меня это, ну, вас 22 по факту оказалось, да, по-моему, вас немного. У меня было 300, я все справился, за два с половиной часа. Но это было такой, это было чистилище просто. И тогда я был немножко злой. Сейчас мы сделаем это все помягче, поэтому... Да, 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 сейчас начнется. Потом резко станет хорошо. Вот будет, смотрите, энергия будет нагнетаться, будет страшно, тяжело что-то этот, стоим дышим терпим. В какой-то момент слезы пойдут, кто-то еще что-то, и в какой-то момент переломный будет так, и все, и хорошо. И будет кто-то реветь, и будет всем плевать, а он там ревет, и пусть ревет. Что-то надо думать? Думать как раз-таки ни о чем не надо. Максимально расслабляйтесь. Максимально расслабляйтесь, да. 21 день, первую неделю будет заметно, потом не сильно. 21 день вы будете еще под энергиями находиться, но как бы будет еще чистка происходить. Я чуть-чуть переживаю за то, что у нас хронические атаки. Будет? А если это тошнит? Ведро вон, туалет, и там спросите заранее где. Можно ходить, да, здесь отписаться. Не, хочешь убирать здесь, может здесь, да, этот. А? Тоже нормально? Смотрите, нет цели, чтобы тебе было плохо. А нет, может, если... Сейчас, подожди. Да, если ты будешь думать, и это, ничего не произойдет. Твоя задача вдох через нос, выдох через рот, ты концентрируешься на собственном дыхании. Угу. Если ты дышишь, и тебе прям вот, у тебя экстаз, ты крутая. У тебя, у тебя, а? Экстаз, ну, такой предоргазм. У тебя ощущение полета, у тебя там, ты полетала, да, ты там видишь, ты, я не знаю, там, солнце, там, ощущение, как будто ты дома, вот такой теплый, какой-то этот, с тобой все хорошо. Я сейчас не думаю, да? У кого блоки, у кого не блоки, да? Если не, у кого не блоки, ты сейчас, смотрите, вы сейчас, когда мы начнем делать, ты услышишь, у кого блоки, у кого не блоки. Но не я, это вы, да? Да. Пронесло, вырвало, нет? И при этом же у тебя ничего не было, в смысле, ты не плакала, не кричала, она просто стояла? У тебя просто стояла, ага. Ну, я чуть-чуть устрахуюсь, я не стала, не переживаю, что это не Бога. Лучше перебздеть, чем не добздеть. Нормально. Просто доверься в процессе, не нужно делать, ой, не надо, вот это вот так не делайте, просто, короче, контролируйте. Глаза открыты. Нет. Нет, твои мозги не нужны, когда у тебя глаза открыты, ты цепляешься за реальностью, ничего не происходит. Когда с закрытыми глазами, ты в процесс входишь быстрее. Понимаешь? А если откроете глаза? Откроешь глаза, будешь до утра стоять, у нас время до 12, мы потом будет от уйдем, а ты останешься. Я думаю, что мы закончим очень быстро, мне кажется, ну, часа полтора, два максимум сейчас. Пройдемся. Расслабься, не переживай. Ты больше внимания на меня делаешь, как бы у меня панические атаки были, диагноз был. Не. Дорогая, не бойся. Я прям, аж, прям, все. Это минут на 15-20, не переживай. Да, и быстрее, наверное, выйдет. Да. Если, вот смотрите, если твое сейчас тревожное состояние нарастает, то значит, оно, когда мы сейчас, процесс начнется, оно быстро выйдет. И ты освободишься раньше, чем остальные, будешь потом наблюдать. Те, кто хочет подсмотреть за остальными, не открывать ей глаза, просто будьте в процессе, проревешься, проревешься, потом будешь наблюдать за всеми. А когда наблюдать, это надо переходить в новое место? Ну, ты просто, смотрите, какие мозголюбы? Какие слова не надо наблюдать? Мозголюбы! Не нужно много думать. Я вот, вот смотрите, сегодня я точно понимаю, что здесь аудитория, которая доверяет, да, и очень многие здесь, вы очень добрые, да, и как бы не нужно ничего, вас спасут, не переживай. Хорошо? Просто доверьтесь в процесс. Я кого-то буду просить, подойди сюда, постой здесь, положи руки сюда, потом, то есть, вы будете участвовать в процессе. А вы вопросы будете сюда? Некоторые говорили, можете научить, я не учу, приди, ну, посмотри, я не умею, я по-другому учить. А вопросы будете задавать? Ну, как? Не обязательно. Честно, вот то, что я вам рассказывал, можно было без этого. Но для того, чтобы вы в поле немножко почувствовали или побыли, это как, это вход умасливал, это я вот, этот час. Но есть время лимбания, или вот, ну, как в церкви там? Нет, просто вдох, глубокий выдох, да, то есть, желательно, чтобы, а? Все блоки убираются. Но так, нету такого состояния, чтобы все, да, то есть, убирается основная боль, которая на сегодня тебя беспокоит. То есть, и, как бы, знаете, помните, где это было, говорит, мы уберем, как этот психолог, говорит, мы уберем весь пиздец из твоей жизни, но это была несущая конструкция. Мы вот эту несущую конструкцию будем убирать сейчас. Так удовлетворит? Да. Да. Вы потом скажите, кому еще надо сходить пока? Скажите, у кого будет вот так, у кого будет вот так, вот этот, остолбенеть, да, то есть, еще раз приходите. А? ОКР проходит? ОКР? Да. Что, сам начинаешь? Мы все семьи, все расспросные. Проходят там. Кому повторно, это вам в Казахстан доедет? Я думаю, что приеду я, дождетесь уже. 21 день. У вас потом второй раз, и потом вот так по кругу. поэтому девочки, смотрите, у кого цикл собьется, это нормально. У кого там давно месячных не было, придут, тоже хорошо, не надо бежать гинекологу, не бойтесь сразу. Чтобы вы понимали, что этот, у меня как-то был кейс такой, в начале еще, женщина пришла, у нее там, она матку ушивает, или что там она, опущение когда, короче, она потом звонит в час ночи, говорит, она вывалилась. Что делать? Я вообще никогда не думал, что матка вываливается тогда, я вообще не знал. Я так понял, это примерно как геморрой, как Харламов показывает так. Я говорю, она говорит, что делать? Откуда я знаю, что делать? Я говорю, ну, она ее обратно, короче, этот, давай. Вы кто? Кто? Ой, вот это очень, очень тяжело. Я работаю с энергиями очень давно, я убираю эмоциональные блоки, я как коуч-психолог, я не знаю, какой кто-то, я не позиционирую себя как целитель, но очень многие вещи как бы проходят. Но почему я не позиционирую целительство? Потому что я не люблю страждущих, потому что они все хотят переложить на тебя ответственность и желательно бесплатно, блядь, но мне не нравится. Ни первое, ни второе. Люди же, которые хотят изменений, я готов идти. И вот, если вы меня давно следите там в инстаграме или где-то, да, я как этот, я, у меня нету такого, я не рвач, то есть, я не говорю, там, обязательно 10 раз приди, обязательно там, не придешь, умрешь, тебе обязательно 3 сессии, иначе проклинуло, блядь, вот, то есть, такой херью я не занимаю. Вы правда люди так делают? Дай мне 10 тысяч долларов, и не умрешь, блядь, в понедельник, и потом приходится расколдовывать, и я говорю, не умрешь. То есть, как бы, я точно вам говорю, что если бы я людей завязывал на себя, мне бы уже давно-давно хватило денег, давным-давно. 20 тысяч человек подвязать на себя, можно очень долго не работать. Но я, если честно, больше 3 сессий не принимаю людей. Если у него не меняется ситуация, и он с одной дурацкой ситуацией приходит один раз, второй, третий, я даю ему задание, список, и когда сделаешь, потом придешь. Они делают, потом звонят, большое спасибо, чтобы он послал меня нахер. Я их потом 5 лет не вижу, 10 лет не вижу. Мне вот это нравится. Мне не нужна ты, мне не нужен конкретно ты. Мне нужно, чтобы твои друзья увидели, еще кто-то пришел. Мне надо, чтобы была смена лиц. Понятно, да? То есть, я не люблю одну и ту же проблему решать, это скучно, правда. Это ощущение, что нету эффекта. Да. Если, когда человек, вот бывает, знаете, у некоторых людей, вот честно, можно выдаивать просто людей, я не знаю, тысячами долларов, когда, там, шизофрения у человека, да, и богатые родственники, и там, типа, спасите. И ты говоришь, я спасу, но надо 3 года, и там, 200 тысяч долларов, да? Они же дадут. И второй вопрос, что он, ну, как бы не поможет, да? Это, знаете, как тот, когда Шах сказал, что этот, кто научит осла говорить, тому там, дам мешок золота, да? И дед пошел, говорит, вот и Шах, типа, давай мне половину, потом половину, я потом, когда заговорить, потом второе дашь. Бабка говорит, дед, ты что, дурак? Через 10 лет или Шах сдохнет, или поди Шах помрет. То есть, ну, то есть, можно же и так делать, да? Но я нет. Я, во-первых, когда мне говорят, вы точно поможете, я говорю, нет. И потому что, если не доверил, лучше не приходи. Неоправданные ожидания, я не восстановлю, я пытаюсь не делать. Вы даже заметили, что в чате, да, согласно списку, где все скажите, я же ничего не комментирую. Потому что, здесь либо доверил, либо нет. Поэтому очень важно создать вот это доверительное. Почему я с вами здесь сейчас вас раскачиваю потихоньку? Чтобы вызвать вот это доверие. И когда у нас коннект, когда у нас доверие, когда у нас нет претензий друг к другу, да, тогда процесс будет намного глубже, вы сейчас поймете. Вы поймете, то, что мы сегодня сделаем, это будет очень много вам сократить время. Это самое ценное, что есть у человека, это самый, ну, один из невосполнимых ресурсов. Время. Поэтому я считаю, что просто так обнадеживать, вот, допустим, когда приводит сильно там, вот, ну, плохой человек, я говорю, сессию пройдем, они говорят, когда в следующий раз? Я говорю, понаблюдайте, если помогло, еще приведите. Если не помогает, ищите другого человека, это не я. Почему? Потому что очень важно найти того, с кем у тебя вот этот сложится коннект, да. Понятно? поэтому вставайте. Первый ряд чуть-чуть сучих сюда. Вперед. Хватит, хватит. Второй ряд чуть-чуть тоже. А, все, оставайте. Задние ряды уже отодвинули, вторые стойте. Ага. Лучше отключите телефоны, чтобы не мешали. Потом не отмечать. И ноги снизу. Бескутка сделает, и режим. Не режим. Простите. Да. А то, потом, если все это подзвонит, и нам чуть-чуть мешать. Угу. Поэтому, тем сюда. Все, вставайте. Не создавайте суету, дорогие. Суету не создавайте. Расслабьтесь. Станьте так, чтобы, если будет плохо, чтобы вы могли сесть на стол. Вот кому кажется, что вот не догнало вас еще. Да? То есть, еще что-то осталось. Это тем, у кого мозг еще. Доминирующий, короче. Смотрите, мозгой, этот, этот лечится только мозгой этим. Понятно, да? То есть, надо прям измором мозг взять. Мозг никогда не идет туда, где дискомфортно. Он пытается остаться там, где ничего не надо делать. Из-за этого, те, кто люди говорят, я не могу начать, это вот из-за этого. Вы слишком дохерат, думаете. Я не говорю, что не нужно думать, но когда думаешь, ты об одном и том же безрезультативно, это он гонивает. Тебе письма прощения, а информация, прям в это погружаешься, в следующий раз приеду, еще приди. Ты тоже приходи, потому что у тебя что-то такое непонятное. Ага. У тебя страх смерти от куда-то вылез, и чуть-чуть влияние есть, но с какой стороны, не понял. не так, как у нее, но как бы все равно есть влияние. У тебя китайцы, короче, с обезьяной твоей. Сама слышала, да? Цезарь. В женские энергии, прям в сексуальной практике туда прям заходи, потому что тебе надо прям эту сильно раскачать. Смотрите, когда говорят, что в тебе там сильно много мужской энергии, да? Все пытаются этого мужика задавить куда-то, куда-то деть. Женскую часть вырастите просто и все, чтобы был баланс, чтобы 75% женского стало. Поняла? И тогда станет такая, ну, как у женщины, ух, ну, понятно? И сила останется, и женственность будет. То есть не надо мужика подавлять своего. Женственность это что значит? Что-то как-то не надо делать. Мягкость. Нет, мягкость. А как происходит? Что делать? Прямо физически что делать? Секса больше. Все понятно. Кроме этого ничего не надо. Это просто я вам сейчас пересказал всего Некрасова, по-моему. Одной фразой. Да? То есть просто больше сексуальных отношений с мужчиной. У кого? Ничего страшного, у мужа найди. У мужика возьми, если тебе надо. Вы же все равно берете, когда мы вот сходимся, мужчина с женщиной, вот когда тебе нужна мужская энергия, ты ее у него берешь, как бы взаймы. Когда тебе не надо, ты как бы его ум обратно отдаешь. И поэтому ты застаешься же... Женщиной без мужчины остаться нельзя. Ну, то есть ты все равно будешь включаться где-то по-другому. Мужчина тоже без женщины не может проявляться как мужчина до конца. Он не станет ни стопроцентной мужчиной. И ты не станешь стопроцентной женщиной. В этом же прикол брака. Никакого смысла нахрен нету. Невыгодно, блядь, жениться. И замуж выходить тоже никакого смысла же нету. Ну, финансово невыгодно. И жить неудобно. Еще спит здесь, здесь мозги. только из-за того, что ты хочешь стать стопроцентной женщиной, ты выходишь замуж. Мужчина хочет быть стопроцентным мужчиной, он женится. Почему? Потому что гармоничный мужчина 75% мужской энергии и 25% женской. Женщина 75% женской энергии и 25% мужской. И когда мы как пара сходимся, я беру твои 25% мужской, ты берешь мои 25% женской, я стопроцентный мужик, ты стопроцентная женщина. Все. Только в этом смысл. И поэтому у нас тянет друг к другу, мы что-то хотим, а вроде не хотим. Вот такое. Другого никакого смысла нет. Уже все у тебя так же изменится, ты не переживай. У тебя прям вот переверни, я не знаю, сколько ты с этой херней ходишь, но у тебя прям очень сильно откроется сейчас. У тебя откроется, ты офигеешь просто сейчас. Почему говорю, что у кого было влияние где-то со стороны у тебя тоже, когда держат. Тебя как из рогатки выпуливают как будто. Те все возможности, которые были упущены, они сейчас свалятся на тебя в течение двух-трех месяцев прям просто вот будет очень много событий происходить. Хороших событий. Поэтому хватает за хвост удачу. Угу. Колей трясет. Тряси, тряси, ничего страшного. Мы пока поговорим, ты поработай пока. И у меня что-то было. Подожди. Подожди. На весь мир обиженное. Вот прекрати на всех обижаться. Мир не такой, как ты его себе придумала. Поняла? То есть возьми ответственность за свою жизнь, на себя, письмо прощения, афирмации, в ту сторону уйди. Ты прям обижаешься, чего-то. Ты привыкла, вот знаешь, как этот в детстве, там ножки топнуло, тебе велосипед. Еще топнуло, тебе там еще... Выросла, сейчас топаешь, и тебе ничего не приносит просто так. И ты на это обижаешься. Хорошо? Чуть-чуть позрослей. Слегка. Угу. Вернись к себе, к доброй. Поняла? Вот эту злую тетку выключи, пожалуйста, ладно? Она вообще тебе не идет. Как ее выключить? Ты знаешь, это вот как... Как тебе сказать? Ты играешь не свою роль. Ты какую-то роль... Потому что у тебя профессия придумала, себе нацепила, и с ней... Ну, не комфортно же, блядь. Прекрати. Ты же добрая, как я не знаю кто. Ну, а как это? Или там прям мамка так. Ну, в коллективе себя по-человечески уже можешь вести со всеми. Не надо кусаться. Поняла? Никто не будет плевать, обижать тебя. Все уже, хватит. Просто ходи и вот... Смотрите, от чего стресс у человека? Вот есть ты, да, настоящий. И ты себе придумаешь какой-то имидж. И ты в сторону отходишь. Чем дальше ты отошел, тем больше стресс. Поэтому чем больше ты ближе к себе, тем меньше стресса и самодостаточность у человека. Нельзя отходить от своей сути, ну, вот, от себя. Нельзя себя предавать. Почему? Потому что, когда... Вот ты... Вот смотри, что происходит с коллективом на работе, дома, да? Ты вот добрая ходила 20 лет, да? Тут устроилась на какую-то работу и такая, бля, хуяка, чёчки одела, такой, бля, бровки, что-то злё... И ходишь такая, да? И все тебе, типа, верят. Да? Дома поверили, что ты стерва, на работе поверили, что ты стерва. На самом деле они видят, какая ты. и в тот момент, когда они тебе подкивают, они тебя сдают. Понимаешь? Они делают тебя неадекватной. Потому что тебе кажется, что то, что ты вот насупилась, это вот правда. Поняла? И ты отходишь от себя. И человек, который честный, и который вот, ну, видит, он тебе в глаза скажет, хорош придуриваться уже. Нет, ну, доброе быть невыгодно. Я тебе еще раз говорю, вернись к своей доброте, у тебя и затылок отпустит, и есть и хондроз ближайный пройдет, понимаешь? Вернись к себе. Ты стала от себя отходить сильно. Причем ты, ладно бы ты чуть-чуть в сторону отошла, ты прям с другой стороны зашла вообще. Да. Поняла? Ты вообще с другой стороны, не идет вообще никак. Поняла? Поэтому просто прислушивайся, когда хочешь что-то сделать, ты от себя ты идешь или от имиджа своего? Убери свой имидж, что-то, он не, честно, не надо. Можно? Можно? Я только, а! Пытаюсь, а не получится. Сильно. Больше действий, больше смелости и попробуй довериться, ладно? Тебе не будет все равно, ну, просто доверься пару раз и потом где-нибудь. Как вот это? Доверься. Я вот тоже понимала, но не получается. Это просто надо довериться, ты по-другому никак не проверишь. То есть ты доверилась, ошиблась, ладно, в следующий раз будешь так, значит вот здесь так, так, теперь вот так, и так доверяешь. То есть ты между, у тебя слишком длинное расстояние между твоими разочарованиями. Понятно? Ты вот в 17 лет разочаровалась, теперь в следующий раз, бля, в 27 лет. Вот с мужиком не повезло тебе в 17, в 27 следующий. Тебе сколько за всю жизнь 5 человек будет? Еще 5 раз разочарования, когда замуж выйдешь? Ты или ускорься, или доверься уже, ну что-то сделай. Сейчас, например, я доверилась или нет? Ну так, у нас получилось, но все равно ты немножко, ну такая, не зажатая, но как этот, ты слегка, как будто сама себе сейчас не доверяешь и боишься в эти эмоции опять внырнуть. Ты вот внырнула и вынырнула вот так. Чуть себе доверься, домой придешь, ты дня 3 реветь будешь, если откроешь сердце сейчас. Поняла? У тебя получится, ты домой приди, короче, будешь реветь. Я тебе говорю, дня 3 будешь реветь, вот волком выйти будешь. Никаких зажимов ничего нет, да? Мы все уже убрали, успокойся. Главное вот так, как у подруги нету и все. Поняла? С тобой понятно, да, тебе? Все хорошо, короче, как бы этот, порывешься. Прорвешься? 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 Ага. У тебя, у тебя энергия сейчас только пошла, делись теперь. Если человека не найдешь, кому надо добро сделать, иди вот дерево обними и по утрам хотя бы по 10-15 минут просто вот в дерево энергию отдавай. У тебя сейчас будет сильный переизбыток энергии. Если ты этого делать не будешь, у тебя повысится агрессия и ты начнешь злиться на людей. Поняла? Просто обнимайся с деревьями и отдавай прям туда. Детям можно отдать? Детям отдай, ты всех задушишь просто. У тебя много, я тебе говорю, в дерево слей, в природу, в землю, ладно? Как дела, дорогая? Ноги прям вот прям. Вот про себя говори, я выбираю жить. Я выбираю жить. И кольцо чуть-чуть. Ага, посиди, посиди чуть-чуть. Долгоиграющая такая, что сделаешь? Письмо прощения, папа прости, и всех мужчин, поняла? Я писала. 40 дней? Нет, два дня осталось. А, ну допиши тогда. Вообще лучше, наверное, папу еще 40 дней пропиши. У тебя кто-то там остался в списке и на кого-то еще обижены до сих пор? На маму и папу. Вот маму и папу, короче, прям всех прости, ладно? Еще 40 дней пиши. Их двоих только можешь оставить и прям их добивай. Вы как? Ощущения? Что почувствовал, что не почувствовал? Во время, когда дышал? Вообще вот в целом что-то полезность какую-то получил сегодня? Сейчас как бы легче стало, успокойствие, мысли спокойствие. Слава Богу. У тебя с мамой отношения какие? Сложно, мне кажется. Сложно, а? В письмо прощения тоже, наверное, не туда чуть-чуть. И от женщины энергию принимать. В тебе пихают, ты прям не берешь прям. В тебя пихают, ты не берешь прям вообще. Понял? То есть просто научись от них принимать внимание и любовь от женщин. Угу. Видишь, не только ты мужчинам не доверяешь. Ну, в смысле? Мужики тоже боятся сами. Поняла? Мы вообще непонятно, как женимся. Знаете, да? Я боюсь, ты боишься. Я не доверяю, ты не доверяю. Это вообще не знаю, как планеты должны сойтись. Это недоверие из-за чего взять? Это недоверие от мамы с папой, это недоверие от твоего жизненного опыта, это недоверие от того, что последние там сколько, тысячу лет он уходил в море и не возвращался, блядь. То есть эта женщина же постоянно ждала, всегда. А в мирное время вообще он на охоту ушел, на рыбалку, блядь, тоже не возвращаются иногда же. Приходи. Если хочешь, приходи. Здесь такое... Смотрите, я говорю, прийди еще раз, кому обязательно надо. Остальные как хотите. Да, обязательно. Тебе обязательно приходи. Ты потом расскажешь, как тебе хорошо, что у тебя там случилось. Кто? Мне ничего не надо. Ты обязательно приходи, ты что, елки? Это, знаете, мне вот такие люди нравятся. Вот все, сука, пересрались, да? И она в конце вот так сидит, а у меня что-нибудь вышло? Письма прощения, ладно? Всем, вот, кто есть, прям сядь, пропиши, у тебя еще чуть-чуть, да, выходит. Хорошо? Меньше злись. Не надо мстить никому. Ладно? Поняла? Ты из той серии, говорит, извините, я вам на ногу наступил. Ничего, ничего, я на спину вам уже плюнула. Поняла? Этой херней не занимайся. Ты хочешь обязательно в ответ, сука, уколоть. Поняла? Прекрати мстить. Ага. Семья. И второй раз, да, на ногу наступил. Ну, если будешь еще мстить, приходи еще. Поняла? У тебя панические атаки должны быть либо меньше, либо пройдут. Не поняла. Панические атаки будут либо меньше, либо они пройдут. Если будет рецидив, еще один раз приди. Хорошо? Захочешь, приходи. Но вообще мужикам я рекомендую хотя бы, там, я не знаю, раз в квартал, раз в полгода приходить, потому что мы накапливаем. И у мужчины нет другого выхода стресса, кроме алкоголя и охоты, и рыбалки. То есть, если ты этим ничем не занимаешься, лучше приходи. Или спорт, да. Но спорт, он занимается же. Да. Оно же все равно в животе. У него прям много стрессов. Я не знаю, штук 6-5, я не знаю, что у тебя там было. Как будто ты что-то делал, и у тебя забирали. Кредитом могло? Да, 6 секунд. Каждый месяц, блядь. Каждый месяц, блядь. Вот. Вообще, по поводу кредитов, я вам, вот, у кого кредиты есть? Поднимите руку. Кто брал хоть раз в жизни? Никуда. Ну, вообще, кто брал сейчас? Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас расскажу. По поводу кредитов. Твои кредиты, немножко в финграмотности, да, не должны превышать 40% от твоего капитала. То есть, если у тебя есть 60, там, сомов, ты можешь скредитоваться на 40, если, вот, выплат. Это максимум. Желательно, чтобы это не вываливалось за 20%. То есть, 60, когда, да, когда ты у тебя вот 40, ты кредитуешься, если мир рухнет, ты жопу порвешь, но отдашь. Если у тебя больше 60% заемных средств, что-нибудь случится, никогда в жизни, блядь, не рассчитаешься с долговой ямой. Ну, в смысле, будешь долго из этой херни вылазить. Не больше 20% ежемесячных выплат от твоих сегодняшних доходов. Понятно? Желательно 10, там, 15, 20, вот что-то вот в этой. Тогда что-нибудь случится, ничего страшного, там, ну, что-нибудь продашь и закроешь. Понятно, да? То есть, это риск менеджмент, то есть, ну, это финанс. Ну, то есть, это вот так, безопасно. Риск должен быть безопасным. Понятно? Это прямо на риск менеджменте нам в голову вбивали. Риск должен быть безопасным. Ты должен перекрывать свои потребности сам. Чего? Это ощущение, что я всех простила. Я очень рад. Ты зато больше всех боялась. Ага. Сейчас увидишь у вас, как будет по-другому. Меня опять не заболевает. Тебя нет, я тебя помню. Ты же в середине сидишь, как тебя забудешь сейчас. Ты знаешь, ты лучше погрузись в себя и потихоньку это все выдыхай. Я правая нога очень сильно не имею. Окей, хорошо, подыши. У тебя всегда так в жизни, да? Долго, все. Нет? Да. Да? Да. 7 за 5 минут зуб вырывают и 2 часа ковыряют, блядь, там. Да? Да. Видишь? Это характер, блядь. А можно вообще характер? Нет. Когда университет поступало, 3 дня, да, вот на мне очередь заканчивается. Слышь? Всю жизнь, блядь, меня так, понимаешь? И мозги ебет сидит она. Очень бывает таких. Я бы тоже уржался бы. Я бы чтобы не разводил, чтобы это кино досмотреть. Сейчас я тоже, мне как-то неудивительно, что как-то. Вообще, я 3 дня поступала, а мне очень-то качество. У нас времени столько нет. Приходите, завтра сегодня все, да? В общем, понаблюдай, приходи, ну, посмотри, надо тебе, не надо, ладно? Сама разберешься уже. Хорошо? Сама разобраться не хочешь. Как хочешь, ну, вот посмотри по ощущениям, ладно? Ты как будто осознанно и сама поймешь, надо тебе приходить или нет. В смысле? Мой завтра, все еще сама прибыл. Чего? Финансы? Нет. Разводы сможем. Это сама посмотри, я не могу советовать, да. Я, смотрите, то, что касается разводов, я всегда, ну, за то, чтобы оставить семью, если это возможно. Почему? Потому что создавать отношения с тем человеком, с которым уже эти отношения были, намного проще, чем найти нового, блядь. Ты этого знаешь, этот новый со старыми дырками, блядь, когда будет сила принятого решения, ты сделаешь это быстро и легко. Не будет вот этой резинки. Поняла? Просто прими решение внутри. Но когда ты разводишься, ты доберешь на себя обязательства внутри, да, что ты в следующих отношениях будешь счастливая. Поняла? Ты прям обязательства берешь. Договорились? И разводись потом тогда. Ты еще, у вас понос будет, конечно, пройдет. У вас сейчас, это же желчь отходит сейчас. Из-за этого, вот это вот, ливер весь, он, ну, бурлит немного. Угу. Вы еще будете писать в чат, подождите, я не буду отвечать, но вы пишите. Ага. Я сижу там, а, там месячные пошли. Чат останется, да? Чат останется, потому что, ну, чтобы вы знали, когда я приеду. Там еще есть голосовой, как раз этот, ну, можно там конференцию делать. Я иногда буду чего-нибудь там наговаривать. Я скажу там, я в прямом эфире, выходите в Инстаграм, там, что-нибудь такое, ладно? Да, да. Чтобы вы ловили, вопросы будете задавать, я буду там отвечать. Угу. Короче, тебе легче будет, у тебя этот, ну, в общем, будет хорошо. Что-то вышло, да? Что-то вышло, да. Ты же чувствовала же. Ты же поняла. Твои, это же. Ага. Будет легче. Это они меняют. Спокойнее стало же? Да. Да. Скажите, пожалуйста, вот я не поняла, в смысле, что, как бы, у меня страх смерти вышел? Да. У тебя страх смерти в основном. И еще это влияние какое-то было. Как будто, я не знаю. Явно не было такого, что вот прям свернул, или какие-то, этот, ну, это такое, догадки это. Ну, основной у тебя вышел страх смерти. Я не знаю, что у тебя случилось, но где-то ты очень сильно испугалась, из-за этого трясет, вот этот холод, блядь, вот это. Может, так не бывает. Вот так, что ли? Нет, нет. 24 было, 23. Ну, у меня бабушка на руках умерла. Это страх смерти. О, видишь, вот у нее только процесс начался, ну, ёпта. А? Приходите завтра. Дыши, сейчас тебе быстро сделаем. Подожди. Мамаша, идите своей дорогой, ладно? Сына не спасай, оставьте, пусть идет, выйдет на работу, денег не давай, кормить можешь дома. Но, с финнообеспечения сними нахрен, если он не учится, ничего не хочет, сними с финнообеспечения. Не хочет работать, выгони нахрен, поняла? Пусть поработает у кого-то, поймет, что такое хлеб. Он не понимает, что такое хлеб. Это первое. Второе, займись собственной жизнью. Ты очень застоялась, ты же вот весь процесс вот так прошагала, ну, упилила вон туда. Это люди, которые долго хотят что-то сделать и не делают. И они вот пиздуют, они куда-то там. Добрая женщина, в общем, все будет нормально. Губка Райха для тебя, да. Губка Райха для тебя, поняла? Пока, пока сделай так. Хотя бы. Вы, мне кажется, у нас ветераны, да, вы этот, но... у вас просто, ну, вы прям в браке уже дольше, наверное, сколько вы, да, уже давно? Вот, и вы прям похожи стали. Да, Вы прям похожи, да, вы стали этот, но у вас, я бы вам рекомендовал, вот сейчас мужчине говорю, уберите свой образ этого стального дядьки, или кого, я не знаю. ты же добрый, что ты делаешь с собой? Ты вот как она. Ты же добрый. Зачем ты вот это? Так, ты не делаешь, образ, наверное. Я тебе говорю, образ, сними этот. К тебе подходить страшно, эти честные, ты вот такой, улыбайся чаще, ты же добрый очень. И больше, чаще, чаще проявляю внимание супруге, потому что она обижается. Ты этот, чуть-чуть больше внимания, там, я не знаю, цветов, дари, я не знаю, ну, в общем, куда. Ага. Руки, Оль, ах, 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 а ты, а ты принимай, поняла? Вот внимание от него прими. Он же сухой, как я не знаю. Он же не проявляет них при ножах. Они не проявляют. Я бы сказал, что не проявляют. Прям проявляешься ты? Конечно. А, ну все, извини тогда. Девочки любят его. Нет, девочки любят. Он тебя любит? А, ну, ладно. в каком плане вокруг, слушай, ну, хорошо, слава богу. Ну, эмоции бывают такие. Потому что у него сейчас энергии много сейчас стало, да? Причувствуешь вот этот подъем прям? А ты такая, как будто чуть подсевшая. Чуть-чуть больше набери этот. Энергии чуть набери. Танцуй по утрам тогда, ладно? Что-нибудь энергичное, 5-10 минут танцуй 21 день. Свою энергию подними. Вы сейчас сильно отличаетесь. Подними энергию с утра, поняла? Что-нибудь посексуальненький? Потанцуй. Вот тоже магия выходит, видите? И она сворачивает вот так руки. Подожди, сейчас объясню. Сейчас, подождите, вот так. Вот, вот, когда мысли-формы делают, руки связывают, вот так делается. Это вот, ну, тоже влияние. Выдыхай. Тело расставляю, выдыхай. Вот это выход вот такой. И вот так бывают руки назад, завязываются, веер завязываются. Это вот как придумали. выдыхай, сейчас отпустит. Главное тело, расслабь. У тебя, как обычно, касса закрывается, тебе свернуло, выдыхай. Сейчас, и отпустит ее. на пиватус, когда я ходила, когда дышала, у меня вот, ну, так, скручивали. Это тут тоже, да, это влияние. Да, это вышло тогда. Смотрите, бывает в других практиках, в йоге, вот халатро бывает, да, тоже выворачивает. Но там обычно пугаются, говорят, попей водички, успокойся. Надо наоборот им сэмоционировать, чтобы вышло, а тебя успокаивают. Из-за этого ты лежишь там два часа, три часа у тебя вот это вот онемение проходит. Вот ее можно было выдавить, но с нее не выдавливается, ей ждать надо. Потому что она терпеливая. Вот если бы эмоционально была, ааа, проралась и выпала бы. С нее так не выходит. А вот если ноги тяжелые, или боятся? Это когда боюсь идти вперед. Это вот у кого ноги не мели, прям рекомендую взять там ручку-тетрадку, да, и написать, как вы видите себя в будущем, там через 10, 15, через 20 лет. Кто рядом, с кем вы рядом, с детьми что, с внуками что, то есть прям муж кто, или там жена и где. То есть вот это все. Понятно? Ага. Сколько раз надо писать? Один раз. А скажите, вы вот сказали, что это какой-то нужно делать, если у кого секса мало? Губка Райха. А, да. А эти найдете? Сейчас нормально. У тебя же... Посмотрите, у кого болит... Остановись сейчас пока. У кого болит голова сейчас, потому что это рушатся старые парадигмы, это нормально. То, что для вас было черное, стало вдруг белое. Да. Да, да. И поэтому как бы мозг ну вот охреневает. То есть это обрыв нейронных связей это. Ага. Дорогая. Это для тех, кто видел смерть. Почему? Потому что это... Кто боится умереть, то есть это... Это тогда, когда у тебя в голове есть определенная парадигма, и когда ты ей говоришь обратную фразу, тело начинает реагировать. Тебя трясет, платишь, что там или что-то происходит. То есть то, что не сходится. Что я видела смерть, это если я родители... Да. Это страх смерти, да. И тогда ты боишься смерти, и вот это я выбираю жить. И сама родители может быть какие-нибудь панистраты? Может быть. Да. Конечно, очень легко. Тут просто незнакомый умрет, увидишь, что у тебя панические атаки могут быть. Они не то, что родные когда... А сам алсайрофобия как справится? Сейчас попробуй. Ну, сейчас попробуй тогда. Что я попробую? Полетать. Попробуй. Может пройдет, попробуй. А как полетать? В самолету и купи билеты, слетай в Алмату. Я беру, но нужен запрос. То есть, ну, уж с чем ты приводишь ребенка? Потому что 18 лет, да, 18 лет, это же такие противные товарищи, которые ни во что не верят. Да, то есть, им кажется, что они самые умные на земле, и вот эту свою старомодную фигню мне толкать не надо. Вот то же самое, да. А можно вместе, да? Да, лучше ты объясни, кто это, куда ты ведешь и для чего. Если он скажет или она да, то приводи. Если скажет, ну, как бы, не хочу, то лучше не надо. Это лишняя трата денег, не нужно это. Геморрой, это, смотрите, у ребенка геморрой, это же, ну, прям такая непонятная штука, если честно, да? Это тупо он не пьет воду. Перед едой, там, полстакана воды, поели еще полстакана воды после еды, через 30-40 минут. Через 2 недели геморроя нет. Угу. Переходного возраста 18. То же самое. Геморрой, это обезвоживание. Это обезвоживание, это первая причина. Вторая причина, это каловые залежи в этот, в толстой кишке. Свинк рвется, потому что у тебя 20 килограмм говна в жопе. Не заходит 3 раза. Нет, ну, знаете, у меня такая ситуация была. Я поехала в Грузию и за день, ну, как бы в день слезда у меня... Вода. Воду. Нет, воду я хорошо плю. Нет, нет. Каловые массы были абсолютно жидкие. Я просто думала, может, какая-то психологическая у меня там проблема у нас. Психологическая проблема, нет, психологическая проблема, вот все, что там копчик и анус, вот это связано все, это какие-то родовые вещи. Готова, дорогая? Руки, пускай. Спроси, вот ты мне ответить, ты заебалась или нет? Я ебалась. Давай. Вдох. Психологическая проблема, не сможешь так чистить никогда это уже другой вопрос у меня есть это уже я потом узнал то есть мы когда уже с этим всем поработали когда я научился и я думал что у меня это на наработанное моё оказывается у меня в роду там видим этих там но с папиной стороны там нормально не такую хуй наделали что я так понимаю я вот последние вот там десять лет то только это и отрабатываю мне кажется да то есть то что они наделали потому что когда меня чистили у меня кровью харкал прям ты вот так кашель идет и полный рот крови выплю что за херня я вообще думал что и заболел для чем там такое надежно поэтому это это такая ой около между эзотерикой мистика и там чего-то то есть определенные и если хотите вот это есть определенные частоты энергетические да сейчас вот это хилин там вот и слышали наверное потом там есть там рейки то есть это вот что-то с той серии только есть еще космоэнергетика не знаю кто-то слышал не слышал то есть и там определенное количество частот там их порядка 80 если вы дойдете до магистра и вот то что я делаю так космоэнергетика не так они не работают в основном это потому что в космоэнергетики вообще не принято не прикасаются но как бы нельзя кому-то на самом деле петров прикасался есть видео как бы как он делал он примерно что-то как я делает вот и и и у меня наработанная круче энергия сейчас только над направленная на то чтобы снятие магии порчи и вот сущности вытащить я целительские энергии как бы не нарабатывал так она побочно где-то шло но я не нарабатывал основные у меня упор только на как это снимаю порчу траха у тебя дохай вот 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 это только на то есть только чтобы снять убрать вот это все чтобы людям стало легче почему я занимаюсь именно этим потому что когда с меня сняли у меня как у тебя было я вообще просто хирил чуть такое потому что если вы вот то что она испытала и вот вывод вдвоем вот втроем вы до мало кстати чудо вот так сворачивает кому-то вот как дсп вот так сворачивать тебя а вот еще же надо и ты не можешь блять разжать ты хочешь разжать не получать делать вот так трясет как током кому-то бьет и у тебя вот это все трясется слезы текут и более вещи думаешь что за херня от этом для все то есть я просто был в шоке от того что с меня это вышло когда я понял насколько это вот разница как бы этот разница то как было и как стало да то есть это ты четко понимаешь что что-то очень большое изменилось и ты смотришь на человека который себя это убрал тебе кажется что это бог вот клянусь я смотрел на эту женщину который меня почистила не казалось как будто вот это она вот богиня вы спустилась на облаке вот так на землю пришла меня почистила и ушла вот такие ощущения потому что объяснить это вот и мозгом невозможно вообще тебя фигачит кому-то электрическим током тысячи не понимаешь и происходит а ты не можешь надо ты буду давали душе какие-то мой путь учуще за хуйню часто уже ты разговариваешь дорогая ты уже разговариваешь вот поэтому я вам очень сильно благодарен за что что вы пришли сегодня то что сейчас подождите мой контролер шли дает а я хотел вход у массе и да а ты взяла его масло разбила на сухую придется все одна ты еще приходи но не должна но еще приходи я рекомендую дает потому что либо ты наполнишься следующий раз либо еще что-то выйдет это вот я вам все в чат скину письмо прощения туда все отправлю тебе просто меньше как бы этот думай и контролирую для того чтобы процессы были со всеми были не надо как белая ворона а я попозже вот это вот и бывает и самолета в конце выходят короче ты меня поняла да поняла я не знаю как ты в эту херню в своей жизни создаешь но почему-то у тебя все дольше чем у остальных не получается у тебя не получается потому что эти руки связаны у тебя вот это вот херня вот это маги иду где-то он где-то было слышать слышать не слышала это короче магия это была до сады и энергоинформационное воздействие на биополе человека короче это ну когда ну да да магия была вышла вышла все уже да что очень много она очень давит заебет количество мысли в себя не гибайший кто это зачем это а можно узнать а как это повторить не повторилось он люди где-то приводим он тоже за херня что несет до ломается мозг у тебя да я вас еще буду рад видите так смотрите сами приходите смысли девочки это дочки приходи приводи у кого че у тебя с ушами какие у тебя проблемы ой вспомнила бабка как девкой было ну что-то ну может проходит что-то вы начали говорить что как два месяца что-то очень короче садовите митингами ближайшие 32-3 месяца будет этот как это так называемая отработка кармы на жизнь очень сильно ускориться тупить нельзя вас будут подталкивать берите если вы где-то там потеряете там ты там 200 сон должен вместо того чтобы потерять 2 миллиона сон понятно по касательной будет бить проходишь урок киваешь и идешь дальше если вы эти возможности все подхватите вы увидите как за три месяца жизни ваша изменится не тупите только особенно ты меньше думай поняла да нормально эпидуралка долго проходит надо эпидуралка долго проходит она наружу не трясло нормально не переживай на что-то я значит я вот думаю этот вот как тут мужик заебался вот первый особенно который нет кошмар какой теперь можно пожалуйста спасибо дорогие упражнение андрей подсними сейчас упражнение будет будет смотреть вставать и все натирайте руки вот так положите себе на грудь собирайте всю любую любовь теплоту доброту вот все все что есть внутри хорошего подходите к человеку выбираете любого подходит человеку ложь ему руки сюда ты ложь руки мне вот сюда я тебе говорю я дарю тебе свою любовь ты дарю любовь и обнимашки пойдемте со и так с каждым прямо сейчас поворачивайся туда так со всеми да со всеми вот вам 23 объятия за день пойдем и в в в в в в в